Друзья, я опять в лесу. Иду на разведку. Но думаю, что разведка будет хорошей. Кстати, посмотрите. Я как-то не обратила внимания, как быстро всё начало желтеть. Ну, у нас ночи тёплые. У нас ночи тёплые. 10 градусов ночью. Я считаю это тепло, но очень быстро всё желтеет. Видите? Вот. Ну вот я иду посмотреть. После того, как появились мухоморы, я думаю, что грибочки будут. Хоть какие. Маслята там, сыроежки должны быть. Вот иду смотреть. Друзья, первая маслята этого года. Ну, это и осень, не года. Это поздняя маслята. Видите, плёночка там. Вот. Посмотрите, какие красавчики. Вот я на один наступила. Вот. И два вот таких вот красавчика. Вы не представляете, как я рада. Супер. Неужели ещё у нас грибочки будут? Всё равно какие. Только бы они были. Ведь их вообще нет. Ну, не было до сих пор. К сентябрь заканчивается. Красота. Сейчас пойду искать дальше. Друзья, посмотрите вот на этих красавчиков. Всё-таки очень красивый грибочек. Да, мухомор? Ну, какой он красивый! Ну, и я рада, что они есть. Это предвестники других грибов. А вот это уже целая семейка масляточек. Видите? Красотулечки. Я не знаю, я не нарадуюсь пока. Их не так много, чтобы я уже успела нарадоваться. Поэтому вот рада каждому грибочку. Вот они какие. Красавчики. Ух ты! Очень красивые грибочки. Запутался. Вот. Чуде. Ну, маленькие, конечно. Я согласна, маленькие. Но закатывать очень даже хорошо. Вот молодой сосонничек. И вот в этом молодом сосоннике растёт вот эта колония грибочков. Телефора наземная. Вот, друзья, сыроежки. Но вот эта большая, я даже брать её не буду. Она очень ломается. А эта сыроежка так и называется. Не то хрупкая, не то ломкая. Потому что она очень-очень быстро ломается. Вот, видите, даже рассыпается. Вот, друзья, семейка масляточек, кнопочек небольших. Но симпатичная, согласитесь. Им, конечно, ещё бы хотя бы сутки подрасти. Но я и эти возьму. Пока ещё охоту я не согнала. Так что буду брать. Это я уже в другой лес пришла. Здесь, надеюсь, будет больше грибов. А вот эта семейка, друзья, уже более крупных. Ну, не совсем крупные, но побольше размером масляточки. Это уже, я бы сказала, очень даже хорошие маслятки. Ну, они все красивые, конечно. И это все поздние или обыкновенные маслята. Ну, вот, посмотрите. Ну, нормальный гриб. А полюбуйтесь, друзья, вот на эти малюсенькие кнопочки. Но сколько их! Вы только посмотрите. Красотулечки. Да все как, ну, как на подбор. Все одинаковые кнопочки. Так что грибники Гомельской области сегодня четверг. В пятницу уже они будут больше. В субботу это вообще будут шикарные грибы. Ну, можно уже и завтра идти в пятницу. Но в субботу это, ну, вот сто процентов нужно быть в лесу. Так что грибники Гомельской области собираемся в лес. У нас-то их не было, поэтому идем за грибами. За красотулечками вот этими. А вот это, друзья, пожалуй, самые большие на сегодня мои грибочки. Посмотрите, какие красивые. Ну, довольно крупные. Видите? Вот, большие. Нет, вот это самые крупные. Я ошиблась. И вот хочу показать, где они растут. Видите, они растут не под соснами, не под деревьями, а на полянах. Вот. Довольно крупные. Вот, посмотрите. Ну, хороший, крупный, большой. Ну, они сейчас все не червивые. Когда им было портиться? Все хорошие. И мокруха одна попалась. Ну, я ее брать не буду. Буду только маслята. Но показываю. Мокруха пурпуровая. И вот еще одна большая семейка попалась. Таких средних, я бы сказала, грибочков. Вот. И тоже на полянке. Посмотрите. Вот тоже сосны довольно далеко. На полянке. Трава тут, мох зеленый. Ну, в общем, вот так. Посмотрите, какой красавчик ко мне идет. Уже четвертый раз меня посещает. Красотулечка. Друзья, вот говорят, что чем дальше в лес, тем больше дров. Ну, а тут, получается, дальше в лес больше грибов. И больших. Вот здесь опять они более крупные. Вот. И их тут много. Их много. Тут в траве их сразу всех я вам не покажу, потому что трава высокая. Вы все равно не увидите. Но их здесь очень много. Ну, а размеры, видите, крупные. Довольно крупные. Хорошие грибочки. И это опять на чистом, пустом месте. Без деревьев. Видите? То есть, вот на больших прогалинах они растут. Ну, или если под деревьями, то все равно на прогалинах. Там, где вот зеленая, вот такая, видите, какая-то меленькая зеленая травка. Не травка, а цветочки типа. Вот, посмотрите. Вот, видите, вот зеленая такая травка между деревьями. Ой, фу. Между грибочками. Вот они по такой травке, по такому зелью. Цветочки это или что, не знаю. Видите? Вот кругом, везде их полно. Друзья, вот посмотрите, какая большая семья. Ну, я думаю, это не будет ни одна семья. Здесь трава большая, и думаю, тут много. Вот опять вон там стоит. Надо просто пройти по этой траве, посмотреть. Здесь должно, по идее, быть много грибов. Ну, очень красивые грибочки. Вот, посмотрите, какие красотулечки. Сейчас срежу. Вот, красота, правда? Очень красивые грибочки. Ну, вот сейчас срежу. В общем, сегодня я с грибами. Очень рада. Вот, друзья, наверное, последний мой сегодняшний грибочек, потому что я уже собираюсь выходить из лесу. Вот на полянке. Видите, мох зеленый, трава тут. Ну, вот эти зелени-то рядом. Ну, вот такой большой грибок. А, вон там еще и маленький. Сейчас и маленький возьму. Раз уже достаю, все равно повредила. Ну, вот это, наверное, последний. Ну, вот такой, друзья, мой сегодняшний урожай. Я считаю, замечательно сходила на разведку. Я уже выхожу домой и из лесу. Ну, уже шесть часов. Надо идти еще вот эти грибы все перебрать. Нужно. Ну, по-моему, урожай у меня сегодня отменный получился. На этом я буду с вами прощаться. Всего вам доброго, мои хорошие. Здоровья, счастья, благополучия. Всего вам самого-самого хорошего. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok